Тема мая в нашей школе – спорт в Великобритании. Мы не только узнали про историю футбола и тенниса, но и познакомились с гонками за сырными головками , борьбой в мясной подливке и плаванием с маской и ластами в болотах . В заключении – командная викторина. Нужно было на скорость найти информацию о том, кто стал основателем гольфа, закатывая камни в зайчьи норы . Какое спортивное событие известно благодаря модным нарядам зрителей – скачке Royal Asgard. Сколько раз Лондон принимал Олимпиаду? Чем знамениты Wimbledon, Wembley и Craven Cottage? Какой вид спорта любила Мария Стюарт? Когда и почему разделились на отдельные виды спорта футбол и регби, теперь в теплые летние месяцы можно потренироваться в истинно британских видах спорта. 11 мая в школе прошел товарищеский матч по баскетболу между сборными командами 10 и 11 классов. Игра была напряженной и захватывающей. Уже на первой минуте матча Михаил, 11 класс, открыл счет, забросив мяч в корзину соперников. 11-классники забили еще два мяча, прежде чем сборная 10 класса перехватила инициативу и сравняла счет. Команды забивали мячи друг за другом, постоянно то выравнивая счет, то вырываясь вперед. В напряженной борьбе со счетом 27-21 победила команда 11 класса. Поздравляем! 13 мая ученики 4-х и 5-х классов работали в биотехнологической лаборатории заповедного посольства Парка Зарядье. Тема встречи «Икра. Сделай сам». Начались разговоры о том, какие виды икры известны, узнали про способы добычи икры и рыбные фермы. Оказывается, осетровые растут всю жизнь, а прожить могут более 100 лет. Самую дорогую икру, белую, откладывают альбиносы, старые рыбы. Интересно, что первый рецепт искусственной икры предложил в советское время академик Несмеяна. Делали ее из желатина, селедки, подсолнечного масла и яиц, а называлась она искра. Поговорили о том, как появилась молекулярная кулинария и какие блюда можно приготовить в химической лаборатории. Практическая часть – создание икры из альгината натрия и лактатокальция. А для придания цвета и вкуса использовали разные сиропы. Икра у всех получилась, а после окончания мастер-класса продукт можно было попробовать и угостить родителей. Спасибо ведущему и модератору Елене Раткевич. 13 мая состоялся финал шестой международной олимпиады по английскому языку, организованной Международным союзом молодежи и компанией Swiss Education Groups. В 2023 году в олимпиаде приняли участие более тысячи учеников с 9 по 11 классы из 30 городов России, Казахстана, Узбекистана, Италии. Финал проходил в библиотеке иностранной литературы имени Рудоминол. Приятно, что из семи выжидших финал трое из нашей школы. Полина из 9 класса, Софья из 10 класса и Павел из 10 класса. Полина рассказывала об образовательном туризме, educational tourism, Павел о путешествии вокруг Байкала, NERPA travel, Софья о мистических местах Москвы. Члены жюри так и не смогли выбрать лучшего, поэтому первых мест оказалось два. Среди победителей наши ученики. Павел первое место и стипендии 40% на обучение по Bachelor Program в Caesar Reads Colleges и Софья. Второе место и стипендии 35% на обучение по Bachelor Program в Swiss Hotel Management School. Блестящий результат! Поздравляем победителей и учителя английского языка Наталью Владимировну Макарова. 23 мая в нашей школе прошло шоу талантов, которым традиционно заканчивается каждый учебный год. Тема British Music and the Beatles. Идейный вдохновитель, автор сценария и ведущий, восьмиклассник Тимофей. Тимофей рассказал об истории британской рок-музыки и исполнил инструментальные аранжировки групп Led Zeppelin, Cream, Jeff Beggs Band и Black Sabbath на электрогитаре и на акустике. Брат и сестра Исай, пятый класс, и Наоми, четвертый класс, очень нежно спели Yesterday. Одесситиклассники исполнили песню Everybody Wants to Rule the World группы Tears for Fears под аккомпанемент из клипа, который они подготовили концерту. Ярким финалом шоу стала песня группы The Queen We Will Rock You. 25 мая для учеников шестых, восьмых и десятых классов прошла профориентационная лекция на тему IT «Образование ради будущего», которую прочитала Анна Федоренкова, директор Компьютерной Академии ТОП. Анна убедительно доказала, что программирование – это не то же самое, что математика. Рассказала про IT-профессии, которые не связаны напрямую с программированием, например, TD-дизайн или гейм-арт. Обсудили алгоритмы трудоустройства в IT-сфере. Анна представила летнюю программу «Код будущего» для учеников восьмых и десятых классов. Планируем активное сотрудничество с Компьютерной Академией ТОП в следующем учебном году. 26 мая прошел замечательный праздник для выпускников начальной школы. Четыре года учебы прилетели незаметно. Первые буквы в прописях, первые слова, таблицу умножения. И вот уже выпускной концерт. До свидания, начальная школа! Родители поддерживали аплодисментами, волновались и смеялись до слез. Четвероклассники пели песни, рассказывали стихи, танцевали. Звучала скрипка в исполнении Максима. Пели две песни на испанском языке и одну на английском. А в конце праздника сыграли спектакль «Иван Семенов». Удачи всем выпускникам начальной школы! В этом году первоклассники изучали планеты Солнечной системы по методике Льюиса Кэрролес в книге «Символическая логика». Особенности и свойства каждой планеты связывались с предметами. Например, Меркурий – самая быстрая планета. И к этому признаку подбирали предметы. Ракета, гоночная машина. Уран вращается на боку, как будто спит. Предмет – подушка. И так далее. Подобрав предметы, попробовали составить из них натюрморт. Загадку. А параллельно с этим сочиняли хоку о планетах. Вот что у нас получилось. Он первый, малыш. Как ракета летит он. И кратеров много. В мае состоялись премьеры кукольных спектаклей по пьесе. Шекспира «Двенадцатая ночь». Непростой оказалась задача управлять бумажной куклой и произносить текст на английском языке. Виола и ее братья шоку о планетах. Виола и ее братья шоку о планетах. Освоили новый жанр. В следующем учебном году будем оттачивать навыки и радовать зрителей новыми спектаклями. Субтитры создавал DimaTorzok